Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Здравствуйте! Сегодня, друзья, мы с вами будем знакомиться с цифровым аудиоинтерфейсом от компании Zoom. Встречайте, модель UAC232. Это очередная новинка от компании Zoom. Выполнена она уже в более привычном виде для подобных девайсов. Ну и давайте будем смотреть, что тут чего-нибудь нового и интересного производитель сумел придумать. Итак, карта двухканальная, входы комбинированные, первый с функцией Hi-Z, фантомное питание на обоих есть, выход на наушники со своим регулятором громкости, включение прямого мониторинга с нулевой задержкой, разумеется, и регулятор громкости общего выходного сигнала. Идём на заднюю панель. Выход на джеках, MIDI-in, MIDI-out и два Type-C для компьютера и дополнительного питания. Всё. Ну и прежде чем рассказывать о технических характеристиках и особенностях, хотел бы обратить ваше внимание на то, что этот интерфейс можно свободно размещать не только в горизонтальном положении, но и в вертикальном. На обоих торцах есть резиновые ножки, стол не поцарапается, карта скользить не будет. Плюс ко всему её можно при помощи комплектных хомутов закрепить, например, на микрофонную стойку. Это удобно, если вы работаете где-то на выезде или в сильно ограниченных пространствах. Хорошо. Ну давайте теперь о внутренностях. Первое и главное. UAC-232 поддерживает технологию 32-bit float, что позволяет захватывать аудио без клиппинга и шума, не требуя от вас каких-то настроек усиления. Предусилители, как нам обещают, продвинутые и бесшумные, такие же, как устанавливаются на рекордерах серии F. А это значит, качество звука должно быть на достаточно высоком уровне. Ну, во всяком случае, так заявляет производитель. Дальше. Эта же технология записи с плавающей запятой может очень пригодиться тем, кто работает в онлайн-трансляциях. Следить за уровнями теперь будет не обязательно. А также, наши дорогие подкастеры и озвучивальщики могут быть уверены, что их работа будет записываться в расширенном динамическом диапазоне. А это значит, что все даже самые мелкие детали будут сохранены. Ну, хорошо. Теперь ещё. У интерфейса есть программное обеспечение MixControl, которое позволит управлять маршрутизации входов-выходов, включать функцию LoopBack, активировать режим Music, чтобы направлять сигнал в цифровую рабочую станцию, или стриминг, который будет объединять все входы в единое целое для направления его в программу для стриминга. И ещё. Встроенный сюда усилитель для наушников прилично мощный, 100 милливатт. И любые наушники здесь будут играть достаточно громко. Проверяли, это действительно так. Что ещё? Запись до 192 килогерц, совместимость Windows, Mac, iOS, пожалуйста, с Android, ну пока не дружим. И добавлю, что iOS-устройствам нужен будет дополнительный источник питания, и тогда запись или стриминг в разрешении 24 бит в таких приложениях, как GarageBand, YouTube и Instagram будут возможны. И последнее. Стоимость карты на сегодня 21000 рублей. Вот такие нынче цены. Что ж, рассказывать больше нечего. Давайте подключимся и послушаем этот 2.3.2 в работе. Ну что, друзья, товарищи, подключились. Мы сразу обращаем внимание на следующее. Ручек регулятора уровня громкости на карте нет. Почему? Потому что это 32 бита. Смотрим, они здесь есть на микс-контроль панели. Сразу можете установить для первого-второго канала какую-то свою такую оптимальную необходимую громкость и дальше не переживать за то, что у вас вот здесь будут появляться какие-то якобы пики или даже перегрузы. Если вы громко это делаете, ничего страшного с сигналом не произойдёт. Дальше на постобработке вы это просто аккуратненько ужимаете и всё. То же самое с тихими сигналами. Если это будет очень тихо, вы просто возьмёте их, вырежете и приподнимете. Вот такие дела. Динамически смотрим. Второй канал заработал. История абсолютно та же самая. Можно не переживать, можно стримить, можно громко петь, можно орать, можно всё что угодно. Ничего не произойдёт. Всё будет замечательно. Я вот даже демонстрирую сейчас, как это будет выглядеть на постобработке. Вот казалось бы, что у нас здесь некий перегруз, но перегруза никакого нет. Остановлю записи. Буквально секундочку вам показываю. Сегодня кому-то говорят «До свидания», завтра скажут «Прощай навсегда». Залее сердечная рана. Завтра кто-то, вернувшись домой, застанет в руинах свои города. Кто-то сорвётся с высокого крана. Среди за собой, будь осторожен. Среди за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Друзья, на этом всё. Спасибо за компанию. Всем удачи и до встречи на нашем канале. А также наши дорогие подкастеры и отзвуч... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как я мог? Не обязательно. А также наши дорогие подкастеры и адз... Да что ж такое? Давай я здесь схлопну. Вот, собственно, и всё.